Незаконное отключение электроэнергии в квартире. Как можно с этим бороться? Смотрите это видео до конца и вы обязательно узнаете. Итак, по незаконным отключениям я понимаю ограничение подачи электроэнергии в квартире без предварительного уведомления должника. Итак, разберем порядок отключения электроэнергии в квартире за долги. Ограничить подачу электроэнергии коммунальщику могут, когда наш долг перевалил, за 2 месяца. Причем достаточно задолженности по одной из коммунальных услуг. И неважно какой. Пункт постановления 118. Но отключать электроэнергию сразу запрещено. Перед отключением электроэнергии коммунальщики должны уведомить должника о наличии задолженности и потребовать ее погашения. Такое требование должно быть направлено должнику способом, подтверждающим доставку ему уведомления. К примеру, это может быть ценное письмо с описью вложения и отчетом о вручении. Вручение уведомления под роспись, запись телефонового звонка с уведомлением. Пункт 119. Постановление. И только отчитав от даты вручения уведомления 20 календарных дней, коммунальщики имеют право отключить подачу электроэнергии. Да, вначале они должны ограничить подачу электроэнергии, но в большинстве случаев это технически невозможно. А значит коммунальщики имеют право сразу отключить полностью. При этом, если получив уведомление, вы погасили задолженность, отключение света будет незаконным. Незаконное отключение электроэнергии в квартире. Под незаконным отключением я понимаю ограничение подачи электроэнергии в квартиру без предварительного уведомления должника. В этом случае вы можете подать в суд и потребовать подключить электричество. Но это будет долго и нудно. Поэтому ловите совет. Сразу пишите заявление в полицию о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны управляющей компании. Параллельно подавайте заявление в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию и контрольное управление администрацией вашего населенного пункта. После подачи таких жалоб сообщите о их подаче в вашу управляющую компанию. В большинстве случаев электроэнергию вам подключат прямо в день обращения. Правда, после этого вам пришлют уведомление как положено и постараются отключить электричество по закону. Но вы выиграете время и, возможно, сможете погасить долг до момента отключения. Жмите ваши лайки, оформляйте подписку на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом выпуске на канале. До новых встреч! Пока-пока!